Транспортная доступность региона, связь с федеральными трассами, развитие сети дорог в самом Ненецком округе и, конечно, кадры. Вот неполный список главных проблем региона. Об этом заявил полпредпрезидент РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин на пресс-конференции, которая состоялась в Санкт-Петербурге в рамках 12-го форума средств массовой информации. Встреча получилась информативной. Главные редактора всех региональных СМИ получили едва ли неполную картину происходящего в Северо-Западном федеральном округе. В своем выступлении Владимир Булавин задел самые актуальные проблемы – качество жизни населения Северо-Запада. Рассказал журналистам об обстановке, которая складывается в округе по результатам работы за 9 месяцев. Поговорили и о майских указах президента. В целом их выполнение осуществляется в соответствии с теми дорожными картами, которые были разработаны в РФ, а они, в свою очередь, определили показатели, которые нужно будет достичь каждому региону к 2018 году. Самым напряженным с точки зрения финансового обеспечения стал указ 597, который предусматривает поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Однако регионы его выполняют и даже демонстрируют хороший темп. «Есть только одна существенная проблема – это проблема, связанная с обеспечением кадрами», – отметил Полпред. Особенно она касается сферы здравоохранения. Наиболее трудновыполнимым оказался указ номер 600 о мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Президентам была поставлена задача расселить весь существующий аварийный фонд, который был зарегистрирован на 1 января 2012 года. А это ни много ни мало 7 тысяч домов, в которых проживало и проживает 87 тысяч граждан. И сделать это до 1 сентября 2017 года. Для того, чтобы выполнить эту задачу, мы по округу должны строить, и об этом также сказал Владимир Владимирович Путин на совещании, которое он проводил по этой теме в городе Астрахани, мы должны строить ровно в два раза больше. Если в настоящее время в округе возводится порядка 6,5 миллионов квадратных метров жилья, для того, чтобы выполнить задачу, определенную указом президента, мы должны строить 13-14 миллионов квадратных метров жилья. Владимир Булавин назвал причины такого отставания. Во-первых, это недоразвитость и монополизированность отрасли в целом. А вторая причина – банальная для ряда регионов. Строительной отрасли попросту не хватает специалистов. Кроме того, обсудили санкции, развитие туризма в регионах и обустройство на местах беженцев с Украины. Особенно журналистов интересовало трудоустройство этой категории граждан. Есть некие проблемы и с медицинским освидетельствием этой категории граждан, с их общеобразовательным уровнем, с их профессиональным уровнем. Но все эти проблемы, они решаются. Большая часть этих граждан уже трудоустроена. Я думаю, ну а с учетом того, что я сказал, что у нас порядка 230 тысяч свободных рабочих мест в округе, я думаю, проблем не будет. Весь вопрос заключается в их запросах. Иногда эти запросы непомерно высоте. Свой вопрос задали и представители Нинницкого округа. О том, какие дополнительные задачи перед НАО ставит включение региона в число сухопутных территорий арктической зоны РФ, Владимир Булавин ответил со знанием дела. Задача для Нинницкого автономного округа, они остаются старыми данными. Если коротко, это транспортная доступность, развитие сети дорог в самом Нинницком округе. Значит, доступность до федеральных трасс, создание устойчивой энергосистемы и использование альтернативных видов энергии природного происхождения. Я имею в виду и гидро-генерацию, и ветровую генерацию. И третий вопрос, конечно, как. Также полпред отметил, что государственная программа развития арктической зоны носит во многом аналитический характер. В ее рамках будут разработаны федеральные целевые программы. В них будут учтены конкретные вопросы и конкретные регионы, в том числе и Нинницкий округ. В целом же, несмотря на ряд существующих проблем, ситуация в северо-западном округе остается стабильной, прогнозируемой и управляемой, отметил полномочный представитель президента РФ Владимир Булавин. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Северо» Санкт-Петербург.